Без электрической энергии, света и тепла не обойдется ни один жилой дом. И на сегодняшний день мы обеспечиваем электрической энергией, светом и теплом горожан города Сочи. Уже буквально через полтора года над этой задачей будут трудиться многие из присутствующих на встрече ребят. Сейчас они постигают азы технической специальности в техникуме, на базе которого два года назад открылся ресурсный центр по подготовке квалифицированных рабочих энергетических специальностей. Они учатся читать схемы, работать с оборудованием и узнают другие тонкости в отрасли энергоснабжения. В нашем городе не так достаточно технических вузов, которые готовят такого уровня профессионалов. Более того, у нас уже много выпускников этого лицея работают на предприятии в разных должностях. И тот базовый уровень знаний, который они в этом лице приобретают, достаточно для того, чтобы молодые люди здесь сделали свою карьеру. Ну а прежде чем занять ту или иную должность, молодые энергетики должны пройти соответствующую подготовку и познакомиться с профессией на практике. В этом им помогают не только учителя, но и специалисты сочинских электрических сетей. Сегодня ребята побывали в сердце этого предприятия. Узнали о работе оперативно-диспетчерской службы, какая зона обслуживания сочинского филиала Кубанинерго, как работают подстанции, дистанционно регулируется мощность напряжения, а также познакомились с современным оборудованием, используемым в мобильной электротехнической лаборатории. Такая экскурсия будущим энергетикам понравилась. Узнав о специфике работы, Владислав Крючков, например, уже определился – это его профессия. Я все же решил пойти по профилю энергетики дальше. Соответственно, сюда нужно бы пойти на практику, устроиться, потому что опыт неимоверный можно получить. Очень квалифицированные специалисты, и я очень рад, что сегодня сюда пришел. Завершающим этапом знакомства с предприятием стал класс по охране труда. Здесь регулярно проводится обучение персонала не только по электробезопасности, но и оказанию первой медицинской помощи. Ребятам сначала показали, как проводить реанимационные мероприятия на специальном манекене. Затем некоторые попытались самостоятельно оживить Гошу. И, по словам руководителей сочинских электросетей, такие встречи на предприятии и на базе ресурсного центра с выпускниками техникума будут продолжаться.